Развитие медицины, строительство школ и детских садов, снижение бедности и дальнейшее благоустройство скверов и парков – это лишь малая часть тех задач, которые прописаны в майском указе президента. Фундаментом для реализации этих целей является экономический блок. Именно о его развитии сегодня говорили в краевой администрации. Собственные доходы региона в этом году должны составить не менее 280 миллиардов рублей. Первый квартал финансового года уже позади. И вот предварительные итоги работы экономики края. На сегодняшний день поступление в бюджет превышает запланированные показатели. В казну уже мобилизовано свыше 60 миллиардов рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил более 106%. По нашим прогнозам все наши показатели должны быть выше среднероссийских. Но по итогам первого квартала где-то так, а где-то не так. Поэтому давайте посмотрим, скорректируемся. По итогам первого квартала скорректироваться возможно. По итогам второго квартала, понятно, мы уже должны увидеть результаты корректировки. А по итогам третьего, ну естественно четвертого, получить результат. Вот это будет правильная, конструктивная, командная работа. Потому что те темпы, которые мы перед собой ставим, те задачи, которые мы перед собой ставим, безусловно, программы, которые сегодня уже есть, они должны быть наполнены деньгами. Наполнены деньгами для того, чтобы они были реализованными. Но эти программы, это просто будут бумажки, если не будет финансового наполнения этих программ. И мы должны сегодня каждый себе давать отчет о том, что все, что мы пообещали людям, мы должны сделать. Подробные цифры по каждому направлению привел вице-губернатор Игорь Голась. Повода расслабляться нет. Некоторые из отраслей показали отрицательную динамику. Например, уменьшились объемы в строительстве и оптовой торговле. Однако, хорошие темпы набрали в сельском хозяйстве. Там рост составил больше 102%. В общественном питании, в розничной торговле и промышленности. В Южном федеральном округе сегодня экономика Кубани занимает лидирующие позиции. Основные источники дохода казны – налоговые поступления, например, с продажи земельных участков или имущества. Динамика на сегодняшний день положительная по итогам первого квартала и четырех месяцев. Соответствует тем бюджетным назначениям, которые утверждены законом краевым. Мы идем в нормальном режиме. Сохраняется, как и в предыдущие годы, у нас основные бюджеты, образующие источники собственных доходов. Однако, поступления налогов на доходы физических лиц пошли в минус. С начала года в казну мобилизовано около 19 миллиардов рублей платежей по НДФЛ, что ниже плановой динамики на 2,8%. По данным управления Федеральной налоговой службы, 40% работодателей в крае выплачивают заработную плату наемным работникам ниже минимального размера оплаты труда. Хозяйствующие субъекты, которые на протяжении длительного времени являются поставщиками товаров, работы, услуг в рамках обеспечения государственного и муниципального заказа, но также, которые выплачивают заработную плату работников ниже МРУД. С ними тоже необходимо проводить работу. Если ты поставляешь товары, работы, услуги в рамках муниципального и государственного заказа, то, наверное, ты должен быть добросовестным налогооплательщиком. Мы сегодня пытаемся вести диалог с теми, кто выплачивает зарплату ниже МРУД. Коллеги, я уверен, больше половины из тех в количественном составе предприятия, они, наверное, это принимают за нашу слабость, ну, разговаривайте и разговаривайте. Может быть, когда мы начнем действовать более активно, они будут говорить, что это не рыночно абсолютно, но они ведь первыми начали действовать не рыночно, потому что они нарушают принципы конкуренции. Если они серую платят зарплату, если, естественно, это влияет, в том числе, и на себестоимость их продукции, услуг и тому подобное, мы просто всех приводим к одному знаменателю. И для всех даем одинаковые возможности. И конкурентную среду мы тоже делаем для всех одинаковую. По краевой казне вьет зарплаты в конвертах. Именно поэтому бюджет недополучает налоги. А ведь недостающие миллионы – это, к примеру, благоустройство городов и станиц, строительство социальной инфраструктуры. В этом вопросе глава региона действует радикально. Отказать недобросовестным предприятиям господдержки. Мы должны просто, наверное, составить черный список таких предприятий и разлагать всем – министерствам, департаментам, банкам. И все, кто в этот список попал, полностью, 100% лишаются любой господдержки, в любой отрасли экономики. А если те, кто в эти списки попал, вдруг получат господдержку либо преференции, неважно на каком уровне – муниципальном, краевом, то тогда уже этот вопрос к вам будет. Почему? Почему? Особые отношения, что ли? А знаете, может, поэтому они и не платят что-то, либо платят черную. Только потому, что особые отношения с кем-то. Слишком хорошая крыша, знаете, как в народе говорят. Слишком хорошая крыша. Она тоже имеет способность протечь. Поэтому давайте не будем играть с огнем. Не будем играть с огнем. И максимально жестко подойдем к тем, кто платит серую. Тихий, спокойный, но результативный алгоритм. В крае активно возьмутся за тех, кто так и не хочет выходить из тени. Вениамин Кондратьев поручил организовать межведомственную работу по борьбе с неформальной занятостью и легализацией трудовых отношений с работниками. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Субтитры создавал DimaTorzok